Местные борьбы за торжество давно провозглашенных, но все еще не достигнутых идеалов. Много лет подряд, возвращая людям самое дорогое – здоровье, завоевывает право на жизнь тысяч людей в разных странах мира, известный целитель, академик Гагик Саркисович Авакян. Человек, которого можно было бы не представлять телезрителям. Ведь его деятельность стала известной и признанной далеко за границами нашей страны. Впрочем, никогда не лишне рассказать о человеке, чьи поступки и мысли служат настоящим воплощением гуманности и самопожертвования. Авакян Гагик Саркисович является комиссаром Международного комитета защиты прав человека в Харьковской области. Является заместителем председателя Международного комитета защиты прав человека. Это всемирная организация, в которую входит и Кофи Аннен, и генеральный секретарь Совета Европы, парламентская ассамблея Совета Европы, комиссар по правам человека Альварий Роблес, и председатель Европейского суда по правам человека Луцевус Вильтхабер. Его ждут пациенты, которые почти потеряли надежду на будущее. Его ждут в России, Украине, Грузии, Чечне. Они ждут недаром, ведь помощь, которую они получают, всегда действенна. Именно поэтому Гагик Авакян признан человеком мира, которому везде лежит зеленая дорога. Академик Авакян ключевой в своей практике считает деятельность, которую называют миротворческой. Ведь пациенты, которые приобрели крепкое здоровье и душевную гармонию, больше склонны к примирению. Эту работу легкой не назовешь. И, возможно, лучше было бы сидеть в уютном кабинете где-нибудь на родине, принимая в день от одного до пяти пациентов и получать от них огромные гонорары. Может, это и легче. Но что заставляло мать Терезу, принцессу Диану и других известных благотворителей, покинув зону комфорта, отправляться на помощь бедным, больным, нуждающимся из наибеднейших уголков планеты? Прагматичному человеку объяснить эту степень самоотверженности трудно. Гагик Авакян не стремится к наживе. Он считает, что деньги, которые он мог бы получать, лучше пускай остаются у людей. Которые по-настоящему в этом нуждаются. К тому же добро не всегда вызывает в ответ добро. Ведь и самые важные изобретения человечества сначала вызывали недоверие, насмешку, посмеивание. Также и дело помощи людям сопровождается риском наткнуться на неблагодарность и зависть. Первому в мире провозгласить нервные клетки восстанавливаемыми. Рак излечиваемым. Конечно, такой революционный шаг в медицине не мог оставить равнодушными как сторонников, так и конкурентов. Но, несмотря на разные препятствия, он все же не отступил от намеченного пути. Ведь тому, кто хотя бы раз в жизни возвращал человеку надежду на будущее и видел его слезы на глазах, сложно остановиться на достигнутом. Гаги Кавакян всегда искренне отзывается на любые приглашения и просьбы помощи и приезжает туда, где его ждали.